Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемый Егор Афанасьевич Борисов, президент Саха-Якутия, дорогие отцы, братья и сёстры, сегодня мы празднуем особый день и особое с этим днём связанное событие, о котором вы уже слышали в проповеди. Я лишь только ещё раз скажу о том, что сегодняшний день был учреждён в честь победы над польскими захватчиками, которые, используя гражданскую смуту на Руси, вошли в Москву, в Кремль, оккупировали столицу и надеялись оккупировать всю страну. Но подвигом святителя Гермогена, патриарха Московского, подвигом Минина и Пожарского, подвигом нашего народа, осознавшего всю пагубность смуты, враг был изгнан. Вначале из Китай-города, это произошло 1 ноября 1612 года, а затем из Кремля, а уже 3 ноября польский гарнизон объявил капитуляцию. В честь этой победы, которая предопределила дальнейшее историческое развитие страны нашей, и был при царе Алексея Михайловича учреждён сей праздник Казанской иконы Божией Матери, потому что именно эта икона, явленная в Казани во времена царствования Ивана Васильевича, была символом этой победы. Она была в войсках Минина и Пожарского, в ополчении. В ней молились ополченцы, возложив на себя трёхдневный пост, и вот так духовно, приуготовив себя к самому решающему сражению, выступили против противника, победили его, освободили Москву, а потом и всю Россию. Эта победа пришла несколько позже, но наверняка она стала возможной именно потому, что под водительством Казанской иконы Божией Матери Москва, престольный град, был освобождён. И вскоре после этого состоялось избрание законного царя Михаила Фёдоровича Романова. И смута прекратилась. Законная власть, вменяемая государственная политика, всё это послужило консолидацией русского общества. Разные сословия, у которых, конечно, были во многом, может быть, и не совпадающие всегда интересы, тем не менее имели единый общий интерес, единую цель – сохранить своё государство, сохранить Россию, и не допустить более никогда ни смут, ни разделений, ни нашествия иноплеменников. И вот этот процесс консолидации русского общества высвободил такие огромные силы в народе, что началось ускоренное развитие всех сторон жизни русского государства. Совершенно замечательно, что именно сегодня мы в этом историческом Успенском соборе, который был свидетелем всего того, о чём мы говорим, празднуем 385 лет со времени вхождения в Россию Якутии. И, конечно, это событие явилось прямым следствием преодолении смуты. Ведь Западная Сибирь уже была частью России при государе Иване Васильевиче. Русские высши дошли до Енисея. Стала развиваться государственность на этих землях, укрепляться государственность. Россия стала прирастать силой Сибири, но затем смута. И дальше никакого движения, и быть не могло. Какое же могло быть движение, какая могла быть работа по освоению земель в Сибирске, когда в Москве сидел иностранный оккупант, претендовавший на власть и Русью. Но когда произошло освобождение России, когда воцарился законный царь, когда консолидировалось вокруг законной власти все русское общество, вот тогда и возобновилась деятельность в том числе и по освоению восточных земель. И в 1632 году на берегах Лены был основан Ленский острог, город, который мы сегодня называем Якутском, столицей Якутии. И именно от этой даты мы отчитываем вхождение Якутии в состав России. Сегодня Якутия это процветающий субъект Российской Федерации. Это страна огромных размеров и больших богатств. Мне приходилось несколько раз бывать в Якутии, и всякий раз, когда я приезжаю туда, вижу новое, вижу, как развиваются все стороны жизни. Отдаю дань должного трудолюбивому, очень мирному и душой чистому якутскому народу. Мне приходилось общаться и с интеллигенцией, и с простыми людьми. И я чувствовал вот эту внутреннюю доброту и сердечность людей. И как вот эта доброта и сердечность и жизнь по закону совести отличается от жизни многих людей, вовлеченных в круговерть современной технократической цивилизации. я очень надеюсь, что интенсивное развитие Якутии, которое сейчас имеет место, не повлечет за собой нарушение вот этой природной чистоты духа якутского народа. Потому что многие сегодня нуждаются в таком примере. я особенным образом хотел бы выразить свою благодарность как главе Якутии Егору Афанасьевичу Борисову, руководству Якутии, так и владыке Роману и духовенству Православной Церкви в Якутии, которые совместно трудятся для того, чтобы духовно укреплялась жизнь якутского народа и чтобы экономическое, индустриальное развитие этого края никак не повредило ни природе, Богом сданной, ни человеческим душам. Забота о человеке, о его внутреннем духовном мире в эпоху интенсивного развития науки, техники, технологии, освоения ресурсов становится задачей номер один. Очень просто извлечь богатство из земли, из недр, богатство, добываемое трудом людей, людей. Но как тяжело сделать так, чтобы это богатство не разрушало внутренней духовной жизни человека. Ведь Господь сказал, трудно богатому войти в Царствие Небесное. Почему? Да потому, что богатство дает возможность человеку удовлетворять всей своей похоти. Что хочу, то и делаю. И, как говорят сейчас в народе, крыша срывается. Человек теряет жизненные ориентиры, ввергает душу свою в погибель, а вместе с душой очень часто и тело, да не только свое, а своих родных, близких. Мы знаем, что богатство может приносить великую пользу, но оно может отвергать человеку и в пучину страданий. Вот почему так важно, чтобы духовная жизнь людей не отставала от экономического и индустриального развития. Если этот разрыв будет увеличиваться, то человек будет все больше и больше страдать. Собственно, о чем же церкви, она именно о том, чтобы человек не страдал по своим грехам, чтобы он сам не вовлекал себя в бездну страданий, потери жизненных ориентиров, забвением нравственных принципов, на которых и покоится человеческое бытие. все это ставит очень большие задачи перед церковью, которая в ответственности за духовную жизнь людей. Вот сейчас в связи со столетием революционных событий в нашей стране и на телеэкранах и в публикациях идут размышления о том, как же все это случилось, почему же это произошло. Очень часто ответы на этот вопрос носят, конечно, политизированный и даже идеологизированный характер. Но если отмести всю эту политическую конъюнктуру, связанную с толкованием событий столетней давности, если отрешиться от этого идеологизированного взгляда, то беспристрастным взглядом мы многое увидим и поймем, что начало наших национальных болезней, приведших к катастрофе столетней давности, началось ведь не за год, и не за пять, и не за десять, а как минимум почти за двести лет, а может быть даже и более, когда стали разрушаться духовные основы жизни нашего просвещенного общества, так называемой элиты, когда люди потеряли внутренний суверенитет, отдав свой разум и душу тому, что приходило извне, и воспринимая эти сигналы извне абсолютно некритические, подверстывая под эти идеи свою веру, свое мировоззрение, свой взгляд на жизнь, что привело к утрате веры и к духовному, и интеллектуальному помрачению. И многие задают справедливо вопрос, а что же церковь, а почему она не остановила? Этот вопрос сегодня задают очень многие, и у церкви ведь есть ответ на это, церковь при видимом благополучии была по рукам и ногам скованная государством. Конечно, государство было православным, и царь был православным, но церковь была лишена самому важного возможности, не оглядываясь ни на власть и ни на какую вне находящуюся силу, говорить людям Божью правду об их духовном состоянии. Если нужно давать свою оценку политическим процессам, имевшим место в жизни нашего общества, не с политической точки зрения, а с точки зрения духовной, церкви было запрещено обращаться с таким посланием к людям, потому что главой церкви был государь, и он говорил как бы, в том числе и о церкви. Вот это потеря церковью возможности нести свое пророческое слово, конечно, в какой-то мере содействовало тому, что все больше и большее образованных людей перестали слушать голос церкви. И когда в предреволюционные годы пламенные проповедники обращались к людям с призывом подумать о том, что они творят, то их проповедь часто ограничивалась теми, кто слушал их в храме. Проходя через период столетних воспоминаний о случившемся, мы все думаем о будущем нашей страны. Вот и сегодня есть определенные силы в обществе, которые не желают, чтобы церковь говорила правду своему народу, чтобы она обращалась к людям с пророческим словом «Закройтесь и заприте двери своих храмов и там делайте, что хотите!» Вы не имеете права обращаться к людям. Мы не входим в полемику с теми, кто так говорит и так действует. Хотя мы знаем, что сегодня каждое слово доброе церкви подвергается клеветническим комментариям очень часто. Его хотят принизить, смысл его разрушить, так, чтобы оно не достигало сознания современного человека. но мы хотим сказать всем, нельзя наступать еще раз на те же самые грабли. Невозможно изолировать церковь от народа, потому что церковь это и есть народ. И никакими средствами невозможно сегодня закрыть наши уста. Мы будем провозглашать Божью правду, в полной мере сознавая, что это очень рискованное служение. Вот почему я призываю все духовенство к мудрости и мужеству, готовности исповедовать Христа и словом, и делом. Потому что если и в этот раз не достучимся до человеческих умов и сердец, все может окончиться катастрофой. Не можем допустить ничего подобного, что произошло в начале уже далекого 17 века. Никаких смут, никаких революций, конфликтов в России быть не должно. И снова возвращаясь к Якутии, я бы хотел сказать нашему духовенству, которое там трудится, трудитесь, помня, что вокруг вас замечательный народ, прекрасное поле, духовно возделывать которого нужно с любовью, со вниманием к местной культуре, к обычаям, традициям, вспоминая о первых православных священниках, которые не просто принесли православие на якутскую землю, но которые создали алфавит, азбуку, практически литературный язык Якутии. И когда я в один из своих приездов имел возможность посетить музей, встретиться с интеллигенцией, я был поражен, с какой теплотой местная якутская интеллигенция говорила об этом культурном делании русского православного духовенства. Вот в каком-то смысле такое культурное делание должно сегодня осуществляться церковью в масштабах России и всей церковной русской православной юрисдикции. В день, когда мы прославляем имя Пресвятой Богородицы, вспоминаем о чуде избавления Отечества нашего от иноземцев, когда мы с благодарением Богу отмечаем 385 лет со дня вхождения Якутии в состав России, еще и еще раз помолимся о стране нашей, о народе нашем, дабы Господь помог всем нам идти по историческому им уготованному для нас пути с чистой совестью, служа ему и народу, который он вручил в водительство русской православной церкви. Пусть Господь хранит Россию, пусть Господь хранит якутский народ, пусть Господь хранит церковь русскую. Аминь. С праздником поздравляю вас.